Стример-браш Миноу. Наша следующая мушка – стример и стример-браш. Опять наматываю подложку из монтажной нити. Для хвостика беру скальп «Гризли» и выбираю с его верхушки два пера. Я складываю их вместе, лишний материал обрезаю. Это я должен закрепить в качестве хвостика. Укладываю перья на цевьё, удерживаю их, прохожу монтажной нитью между большим и указательным пальцами и натягиваю нить. Благодаря этому методу перья не перекрутились и ровно лежат на цевьё. Далее формируем тело. Для него я беру пёлфлэш. Вытягиваю из пучка материала несколько волокон, складываю вдвое и фиксирую у основания хвостика. Увожу монтажную нить вперёд. Для закрепления обмотки покрываю её тонким слоем секундного клея. Наматываю тело. Поднимаю волокна вверх и фиксирую их. У нас получился блестящий подкрылок, похожий на знамя. Теперь я беру стример-браш кремового цвета. Вынимаю его из упаковки. Отрезаю стальную проволоку и закрепляю впереди. Большим и указательным пальцами расправляю волокна назад. Наматываю браш только в передней части мушки. Четырёх оборотов обычно вполне достаточно. Освобождаю проволоку от материала, чтобы закрепить только её. Лишний материал отрезаю. Волокна нужно расчесать. Расчесываем мушку со всех сторон. Слишком длинные волокна. Срезаем ножницами наискось. Мушку можно ещё немного раскрасить. Начну с оливкового маркера. Щёточкой «Велкро» равномерно распределяю краску. Конечно, можно ещё нанести на бока чёрным маркером так называемые «пармакс», которые имеются у молоди лососевых рыб или чёрные полоски, как у окуня. Немного красного цвета для имитации жабр всегда повышает уловистость мушки. Беру оранжевый флуоресцентный люрекс, вытягиваю несколько волокон, складываю в пучок и закрепляю у колечка петлёй восьмёрка. Завязываю два полуузла и отрезаю монтажную нить. Теперь головка. Я беру снэпхэт чёрного цвета, примеряю её, всё хорошо. Наношу на место посадки головки секундный клей снизу, сверху и по бокам. Надеваю головку на мушку. Волокна люрекса коротко обрезаю с одной и с другой стороны. Наш любовно связанный стример готов.